Ребята, всем привет! Начинаем съемку нашего путешествия под названием Off-Road-экспедиция через горы к морю. И наше приключение началось, как обычно, отъехав буквально 20 км от Ростова до первой платной дороги потекла соляра у Land Rover. Вот, и что делать мы не знаем, Land Rover от нас неподалеку, сейчас приедет, будем решать, думать. Эти приключения происходят всегда, когда участвует в путешествии какая-либо техника, особенно техника высокопроходимая, вот как эти тачки, которые, соответственно, подвержены большой нагрузке, и когда у них что-то отвалится или произойдет, это неизвестно. Она может ездить год. Нормально, в самый неподходящий момент что-то произойдет. Ну, в общем, ждем новостей, пока у нас есть немножко шачка шампанского, до нашего путешествия. Ну что, полчаса раздумий, экспериментов с починкой, и, увы, но мы распределяемся в оставшиеся экипажи, и едем дальше. В итоге трое сзади, один спереди, пять человек в экипаже. Но это безвыходная ситуация, либо мы разворачиваем колонну, либо принимаем такое решение. Мы принимаем решение распределить вещи, ждем наших опаздывающих. Ребята, все в восторге от происходящего. Вообще, поездка супер, начало вообще изумительное. Сколько приключений, да? Вы еще не доехали, а приключения уже начались. Вот сейчас бы дома спали бы спокойно, а тут, смотри, где, оп, такие приключения. Ну что, готовы ехать, Артур? Ты махни, когда ты готов. Ну, это все. Мы с ребятами спелись. В пятки выехали мы, наконец-таки, в горы. Позавтракали, выпили пивка, как-то отпустила вся эта нервозность ночная. В общем, как обычно, ничего не меняется. В джип-турах ломается тачка, и мы, как обычно, с аргументом теснотеда не в обиде. Едем дальше. Сейчас покажу нашу колонну. Как прошли первые 200 метров? Слушай, ну, вы рисковывает же, парень, конечно. Давай, альбюрку размотаю. Бежно-то. Я распотаю. А где твои еписаны? Так, вот они, зрители пришли. Сделай, ну, какое-то сочувствующее лицо. Сфотографироваться. Поделитесь эмоциями от первого происшествия. Впечатления у нас серьезно очень. Мы потеряли одного нашего пассажира. Он утонул в яме. Но зато мы теперь нас лучше. Едем дальше. Сюда одного было больше, поэтому сейчас нормально. Комфортнее. А я тоже. Я не по-починю. В общем, починили эту машинку. Там заказывается штор-то там было. Водичка пропала просто. Это куда нужно. В общем, водичка не в то горло, как говорится. Вот, поэтому сейчас продули там. Поехали, Саш. Подсушили. Но, во-прежнем, работают не все цилиндры. Будем выяснять. Трики, ежай. Трики, ежай. Трики, ежай. обстановка по кайфу экстремальный маршрут проходим лучше здесь как бы не снимать выключай так паркуемся справа ваши документики выпиваем за рулем не только за рулем а еще и за хорошее настроение главное не переборщить методика называется пробковый сбор гурманы кока-колкой запивают это же как деликатес кока-кола и показалось олег единственный кто сегодня ключом работал между прочим остальные мозга и спасал наш экипаж который вообще сегодня работал да кстати зато мы едем у меня дошла и дать никакого обмана все по-честному синенькая . посередине это мы мы идем в сторону моря и и и и и и и и и заехали до беседки олегом тут у нас привал будем варить макароны макароны классика да макароны классика просто макароны соленые на питьевой воде на речной хотя я заметил ты смешал пользу и кубай какой-то окупаж получился это блюдо фамилия фавор скажите пожалуйста фамилию кто тушенку покупал кто был замхозом да кто на снабжении кто у нас был на снабжении как тебе блюдо великолепно ничего вкуснее ничего вкуснее макароны итальянские спагетти с мясом говядины и там возле новозеландского пакетчуп какой вот такой итальянский тоже 3 томата а специальная поста бон аппетит все наш обед окончен мы выдвигаемся на дальнейшую точку следующая точка это дмитрий даниилевич едем к нему в гости надеюсь у нас сегодня сможет принять рассказать немножко о себе чем занимается почему решил уйти в горы на долгое время ржом над тем что он начальник но у него есть интернет сотовая связь карточка и много многое другое дисциплинированная группа убирает за собой турал смотрите какой все забрал но смысле не бутылку это контрабанда это контрабанда вот замотали казан все четко самая дисциплинированная и крутая группа наша банда изучает мы местность как лучше проехать нам по этой вот реке либо вот по этому болоту всегда это очень интересно это вот наши массовики затейники ну что парни готовы реактор 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 в общем почти мы уже в гостях у даниилевича будем разбивать лагерь либо у него останемся ночевать сейчас будем решать с ребятами где нам захочется больше дата доехали мы до дмитрия серьезного значения это прошло и не бы вот собственно говоря давно я портфель премьер-министра передал уже подарка синдикалистам легендарная личность закрытий гетеросексуальный клуб я думаю что все равно друг друга руками трогаем а перфак лучше всего очищает перфак это отлично а на перфак вот к сожалению вы знаете собаки за последние годы убили остальные диваны добро пожаловать здравствуйте заходите но я к тому что присаживайтесь на лавочке там где спинка есть спина отдохнула тогда если все то получается я несу все бокалы которые если разливаем понимаешь куда то есть если мы захотим выпить крепко я предложу потом запить по полстакана чачи там я уже от али спрашивают не буду это уже будет хорошая наркотизация но начать шампанского вкусного давайте местного производства давайте за знакомство с кем мы не виделись вот а с кем виделись но долгие годы давайте здоровой жизни это шампан игристая выработал из чистого сока то есть без добавления это классическая технология вити дровини который когда-то привез технологию здесь по видимо любил пить а иначе не знаю то есть когда мне рассказывают вы знаете у нас есть знакомый винодел делает вино нам правда не очень нравится сам не пьет ну я никогда не комментирую этих вещей но это пятое вино перечисленное сейчас это тихое это сухое из качича вот это единственное вино которое опять же во франции как одном из источников виноделия этой грамоты назвали бы шато качич папай то есть я сам вырастил лозу сделал вино собрал урожай и запечатал его вот то есть вот два вина мы еще можем скажем пробовать если пойдем дальше извин просто питьевых приятных у меня сейчас с прошлого года сухое это смесь купашка чича и каберне но каберне был хреновый прошлом году я думаю вы все станут слышали об этом да год был очень тяжелый очень по виноградарству в тамане просто катастрофа и корни вымыло и с урожаями была проблема большая я не буду брать что там есть по остатку совсем потому что в общем то ну не стоит рассказывать там о нескольких бутылках их либо надо пить либо нет недавно я выпил последнюю до бутылку с приятелями она долго стояла это каберне и рубин голодрыге я сделал приятное вино вот ей лет 6 наверно получается было еще раз оценил сложность работы то есть биологический срок жизни не позволяет скажем так вот ну сильно рассчитывать здесь вот вся прелесть я скажу так вот вторичное брожение в бутылке она не требует диоксида серы то есть брожение останавливается если правильная закладка у меня бывало температура годами назад да и закладкой температура у меня разорвало как-то стеллаж 280 бутылок вот моя ошибка была если бы я знал что это случится я бы заложила в другой стране и может быть решились бы многие вопросы 12 лет уже откопал первое вино из земли вино было херовое но было все-таки это можно было считать херовым вином не было этикетки херовое вино скончался мой дедушка сократ якорич и не соответственно я откопал его и спокойным ныне одноклассником как мы где-то помянули ну то есть давно занимаюсь этим но в 13 лет и вы понимаете я не занимался профессионально просто была тяга к этому делу делать 32 года последний вы снова ехали да совершенно вы получили удовольствие от дороги но я не должен комментировать это понимаете водители мои добрые товарищи сложный но вот сейчас дорога которая вторая по которой александр ехал да 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 она полегче но только сегодня только сегодня потому что бульдозер прошел только сегодня понимаете первый поводок второй и все то есть ну два часа на дизельной машине еду на шестьдесят шестом два два с половиной три вот ну вот так вот не смотрите когда я здесь селился с ныне покойной женой мысли 18 лет прожили здесь света и звали мы начинали этот процесс вместе она была дочка военного красивая женщина молодая но она была так же как и я в какой-то мере знаете настроена на ну тоже вот на это да дорога тогда была такая вот просто вы спросили про дорогу да ну слушайте на рафике мы могли вещи завозить снова вот откуда вы ехали вот по этой дороге восемьдесят третьему ежал на мягком автобусе тоже не удивится сегодня если скажут что когда-то египетские пирамиды были облицованы неплохо да вот время время а потом уже вы понимаете дергаться когда жизнь пошла куда-то да ну из-за плохой дороги менять стиль жизни ну сложно сложно и опять же вы понимаете да это характерная база то есть если я живу здесь следовательно я могу проводить длительное время без хаотичного случайного общения но если она наступает я в рад искренне совершенно значит судьба посылает людей с кем можно пообщаться все мы добрались до места нашей ночевки наша дислокация ребята разбили свои палатки очень маленький чек ребята чета палатка очень маленького туда когда маленький склепик вот ребята тут кто-то по двое миша близняков вообще трехкомнатная квартира как-то посмотрим это залезут может быть да а миша сюда же но это по-братски миша пошли купаться ваня все порядочно ты как в турцию вылетаешь конечно игра в лагере это особая атмосфера все просыпаются как будто заново знакомиться вот так это все выглядит у нас с утра наше знамя кто-то приехал с чемоданом какой-то очень авторитетный турист кстати нашелся собственник этого склепа парни вчера говорят а кто в этом склепе живет какой-то очень маленький турист компактный который просто может лечь и не шевелиться 08 08 это больше чем студии сейчас в москве продает до 15 миллионов до да 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 смотри хорошо взял да не видел таких это просто одноместная восьмидесятка наверное это палатка антравиата которая в принципе не предполагает что с ним кто-то может еще лежать твой палатку с этим можно поставить в палатку ветра и будет уже два плюс один ветра как прошла ночью ночь прошла отлично крепче сна у меня не было уже очень давно совокупность таких факторов как чистый воздух большое количество зелени рядом горная река обеспечили мне такой сон которого мне не было уже давно все заходи ты можешь попробовать залезть в палатку в палатку чаброва можно залезть? нет я не могу мы вчера залезали и еще ты меня с туалетной бумагой снял в руках ну ты же рот идешь вытереть первый день все живы мы без потерь вчера гоняли по горам по лесам по рекам значит застревали тягались на лебедки месили грязь первый раз на оффроуде это очень круто даже не думал что мне так сильно понравится после половины дня покатушек было такое ощущение что я всю жизнь катаюсь по этому бездорожью что вообще асфальта никогда не видел так привык даже не знаю как теперь буду на асфальте себя чувствовать будет теперь скучно разбили классный лагерь переночевали вечером пели у костра общались все перезнакомились обстановка дружественная реактор тревел это наверное из той серии когда ты смотришь в инстаграме картинки, видео как ты себе представляешь все это мероприятие вживую приходишь участвуешь а в жизни получается даже намного интереснее и веселее и круче чем то что ты видел реактор это из этой серии на утренний завтрак всегда остаются вечерние блюда разогреваем на утренний завтрак на утренний завтрак и все сейчас я принесу а вино то есть? сейчас принесу ребят как вам вчерашнее хашлома или соус что это вообще за что то очень бесподобное что очень питательное очень вкусно я всегда такое блюдо называю кондер это когда все что есть в холодильнике режется, варится а кондер это такое слово которое не обозначает ничего и любое блюдо можно назвать кондером и будет нормально однозначно ребята принимать активно участие в сборе мусора это наша задача оставить после себя поляну чистая конечно ты сюда весь мусор я вижу обязательно кто супергерой лагерь обязательно после себя должен быть абсолютно чистым и даже не свой мусор собираем чтобы сюда еще долгие годы возвращаться и нам самим перед собой не было стыдно что мы свиньи и зацаряем природу поэтому все досконально всегда берем огромные мешки грузим потом наверх машины их и вывозим в поляны вот вам подтверждение вот Рома Рома у нас менеджер проекта он следит четко это контролирующий орган всего сбора лагеря уборки мусора от него еще ни одна муха не улетела вот всегда идёт по плану да всё по плану ребята все собирают свои экипажи у каждого есть четкая задача и понимание что где должно лежать чтобы ничего не потеряли Рома какие впечатления после первого дня нашего путешествия поделись всё супер как и в прошедшие пять или семь раз да Рома самый частый наш гость Серёга как ты? как ощущения? потрясающе непередаваемые ощущения ожидания реально совпали? они они превысили все ожидания да надолбался вчера? да нет мне понравилось ясно так дальше идём парни реактор ТВ реактор ТВ горячая линия горячая линия значит первое утро у нас прошло достаточно успешно мы покушали очень вкусный завтрак а первый день? подожди давай мы про первое утро для начала поговорим укомплектовались организованно собрались видно начинание командное у каждого из участников каждый смог самоорганизоваться найти в себе силы собрать палатки организовать завтрак накормить, напоить всех компактно уложить всё в машину и теперь мы готовы к новым совершениям путешествие, да? все остальные разбежались пока ты интервью давал молодой человек не могли бы пару слов сказать для нашего телеканала реактор ТВ как вам путешествие ожидания реальность полторашки с водой где? закончились реальность превосходит ожидания пару слов вкусная точка? вкусная точка где полторашки с водой? полторашки кто-то выпил ночью видимо или утром я там две оставлял не знаю где они молодой человек, молодой человек пару слов для нашего телеканала как вам путешествие первый день понравилось, не понравилось замечания, пожелания первый день я был в восторге я первый раз в этом путешествии и эти поездки по горным дорогам застревания, вытаскивания доставляет массу эмоций но ожидания реально совпали даже больше даже более того я ожидал то что мы будем просто там по небольшим просевочным дорогам в лесу ездить а в итоге мы попали в хорошую грязь где всей командой выходили доставали машины даже одну реанимировать приходилось в целом очень хорошо ясно, спасибо еще все впереди у нас Олег наш гость из Волгограда как вам наш первый день путешествия сумасшедший день отличная бригада супер водители ожидания реально совпали? даже больше даже больше, супер отлично я вижу вы в процессе сбора стула находитесь командная работа оп все смотри пятилитровая бутылка она может оказаться где-то в одной машине я надеюсь ты сейчас записываешь а можно ее разлить в разные литровые полутора литровые бутылки и тогда каждый окажется обеспеченный офигеть у вас инсайт какой да? бизнес-процессы процесс дробления диверсифицировали накопление воды и разместили по разным машинам чтобы добиться большой цели ее нужно разбить на несколько маленьких они окажутся все в одной слушайте гениально излишки будут употреблены гениально пластик утилизирован гениально ты посмотри просто это коллективный разум это плоды коллективного разума а вы повторно используете бутылку экологичность экологичность невероятно невероятно девиз нашего экипажа я так сказал это похоже что у нас такой эконом-тур и мы сейчас просто это похоже на то что мешки ворочат это мы вынесем в анонс и Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Мы почти выбрались, выбрались к морю, все прекрасно, настроение классное, машины грязные, но довольны, все экипажи. О, ребят, а что вы собрали, что случилось? Мы все поломали. Колесо отвалилось. Как колесо? Мы все сломали. О, вот вам и доехали, да? Я знаю, где-то пошел туда бегать. И разговаривать можно, нет? Да нет. Это уже хуйню не мото. Вот такая история. Ха-ха-ха, мне говорил, он вчера шашлыком не грубите, но перенагрузили машину явно. И выскочила, короче, и не горила по кинтуру. Да нет, это было уже. Так, ребята, вот такие приключения бывают в джип-турах, все по-настоящему. Не, не, все, смотри, развернутся все. Никакой имитации бурной деятельности, все максимально трушно. Ребята, вы понимаете, что это запланировано в нашем сценарии. Собственно, сценарий? Это стоило 100 тысяч рублей из наших сборов. Но, тем не менее, смотрите, сколько эмоций, контента. Снимайте, кайфуйте. Я думал, что бы все эмоции было у пассажиров. Да, мы пахнут, мы не поняли, что это не понятно. Обгоняют колесо, облезают. Да? Да. Так, парень, ну, это дело надо, блядь, обкурить, мне кажется. Так, сразу решение не примешь, что мы уже и делаем. Знаете, что случилось? Вы понимаете, что случилось? Молад, что-ем-же. Конечно, понимаете. Рассаживаться машина. Нет, машина поломалась. Нам сядет Миша, что? Да, понятно, дело. Нужно не остановить, потому что мы реактор. Поверите, но каким-то чудесным способом ребята примотали на скочку лесу. Сейчас посмотрим, насколько их... Мастер-класс позволит доехать до СТУ. Вообще, конечно, история в первый раз такая с нами. Вань, как тебе удалось колесо поставить на место? Ну, это чудеса, понимаешь? Главное не бухать в экспедиции. То есть, твой опыт стоматологии и установки зуба помогут установку колеса, да? Да, да, да. Принцип один и тот же? Все то же самое. На четверке на шесты ставим, да? И все, особо не паримся. Совершенно верно. Правильно. Чуть-чуть подпломбировали, чуть-чуть нарастили. Да, свечетка. Как видите, сейчас поедем, будем пробовать. В общем, это как имплант поставили, да? Крупил, подлечил. Подлечил, подлечил. Все на проволочку. Знаешь, есть такая среди стоматологов пословица. Ты тут этим немножечко сваркой. Ярья, я дальше проволокой намертво примотаю. Типа того. Отлично. Поэтому, ребята... Поэтому проволочкой намертво. Должно тянуть, да? Да, да, да. И все. Ребята, вот так проходит замерка глубины дороги. Если Леша пройдет, значит проехать можно. Если по плечи, то, к сожалению, нет. Ну что, парни, проедем? Какие прогнозы? Проедем. Конечно, проедем. У тебя сомнения есть? Здесь сомнений. Я даже думаю, не остановимся. Парни, что ты за пьяный человек? Не знаете? Это баллоны есть или нет? Это не Саша-то, Ваня. Ну, здесь, ты-то, мы не мальчики. Попробуем. Смотри, Дим. Ты сам отрезвый. Оцени ситуацию адекватно. Возьмем. Возьмем. Вот оно, море. Это наш второй день оффроуд-экспедиции. Игорь Юрьевич уже сегодня выступает в море в таких плавках трусики. Вчера он был в шортах. Ребята, вот, в путешествии подружились. Теперь живут вместе. А это волк... А это волк одиночковый. Мы знаем друг друга много лет. Можно сразу опровержение? А я шучу, конечно. А это купцы-сапоговы. Сегодня решили нам устроить кулинарный вечер. Рома, что сегодня нас ожидает на ужин? Куриное бедро. Олень. Ветели. По-сапоговски или пока на Шахтинске? Пока на Шахтинске. Пока на Шахтинске. Денис, а у вас в баре сегодня что? У нас в баре сегодня пиво, крышовица, хугаден, пожалуйста. Нефильтрованный хугаден, нулевочка для избранных. А, я понял. Ну и так далее. В красивом морском пейзаже. В общем, берем, одеваем плавки и идем купаться. Вот наш гараж здесь проканулся. Сегодня будет много вкусняшек, разговоров, песен на гитаре. Это лагерный город. Это лагерный блюз. Не нужен нам берег турецкий. Нам и... Где мы тут находимся? В Архипа Осипе тут хорошо. Поехать Об переменный тормоз. В Архипе Мы жили здесь, как assist để смотреть. Берег чуть не их получать. Они, когда я3000 пар click change. Я больше всего их купить шnu. Сciliation. Мы, кстати, показываем лагернее. Всем привет! Я как-то пытаюсь зафиналить наше путешествие, но оно все не финалится и не финалится. Вы видите, что уже садится солнце, сейчас на часах начала 7-го, хотя мы даже могли выехать 12, но мы еще в Архипаосе, у нас машина за машиной сыпется и сыпется, сыпется и сыпется. Но слава Богу, без каких-либо аварий и всего остального, все это мелочи жизни, сейчас мы подправим. И как говорит Рома Сапогов, все что не делается, делается поучу. Да. Значит мы домой не так уж и хотим, путешествие продолжается, запланировано было 3 дня, в итоге мы тусим уже практически 4 дня, поэтому... Сука, бл**ь, все поломьте с этого моего места. Не могу сказать, что парни как-то переживают, расстраивают. Не, мы очень сильно волнуемся, когда мы попадем к нашему схеме. Парни, что это такое, что это такое, вы че? А, никуда без добра, друзья. Реактор! Синий! Реактор! Синий! Реактор! Синий! В общем, это так вот, но мы... Знаешь, сила маленьких шагов, потихонечку пробираемся к Ростову. Километр за километром, бутылка за бутылкой, скоро мы будем дома. Реактор! Синий! Синий!